Да, гигант из гигантов Всем привет, друзья! Вы на канале Тайна НЛО. Сегодня я хочу вам показать несколько удивительных факторов о том, что происходит на нашей планете. И объяснить это даже мне очень тяжело. Подключайтесь, друзья, именно лайком или подпиской. Ну, а я буду очень благодарен. На первом видеосюжете, который вы сейчас наблюдаете, было заснято на Кавказе. Недалеко от Сочи, какое-то необычное явление появилось в небе. И что-то интересное мне кажется, что этот луч, который все называют небесный, появился в этом месте. Это редкий, но очень интересный момент. Который в последнее время появляется на нашей планете. Но после этого явления может произойти страшная угроза нашей планеты. Землетрясение или наводнение. А еще хуже, друзья. Климатическая система сбоя. Это бывает раз, как утверждает 100 лет. Может в этом месте случится то, что никто даже и не представит. Реки могут исчезнуть. Озера также. Но вот очень интересный момент в этих необычных явлениях. За последнее время ученые даже не пытаются это все изменить. Честно, мое мнение, кажется, что такие необычные моменты, которые мы сейчас с вами наблюдаем, проявление угрозы. Эти необычные угрозы называются всемирный луч. Три необычных луча, которые также были засняты на Кавказе, не объяснить. Но их сторона, вы видите прямо сейчас, в разные стороны раскидывает. Все знают, что у луча нет начала и нет конца. Но вот очень интересный момент, что может произойти. В таких событиях лучше уходить с этого места. За это время может случиться множество странных явлений. Но вот вопрос для тех, кто хочет знать правду. Идет очень интересная история о том, что такие необычные лучи создавались именно для каких-то проектов. Большие проекты. И вы видите гору, что и впереди, что и сзади. Есть множество тайн, которые скрывают эта гора. Утверждают о том, что, скорее всего, внутри этой горы располагается очень огромная военная база. Или, как и еще утверждают, там находится ученый. И разрабатывают технологии. Но нет объяснений, нет доказательств того, что можно доказать. Местные жители в это место не ходят. Они утверждают, что эта гора проклятая. На этом месте находили множество мертвых животных, коров, быков и так далее. Говорят, что эта гора их притягивает. Но что на самом деле внутри этой горы, неизвестно. Говорится о том, что эта гора проклятая и останется здесь навечно. Но за последнее время на Кавказе происходили разные необычные явления. Вот, например, в Грузии. Недалеко от грузинской границы был замечен летающий объект. Вот очень интересный момент. За последнее время ученые не хотят даже раскрывать правду. Потому что они утверждают о том, что они видят. Это больше их голограмма. Возможно. Но за последнее время можно увидеть, что в Грузии располагаются кресты именно на высоте. А в России при въезде деревни или города располагаются прямо на дороге. Вам кажется что-то здесь странно? Да? Мне так же кажется. Если кто-то был в Грузии, меня поймут. Но это, друзья, не первый, не последний случай, который скрывается в горах. После нескольких минут этого видео, этот объект просто ушел в сторону гор и исчез. Я заметил, что в горах Грузии есть множество огромных туннелей. Кто их вырвал, неизвестно. Местные жители или туристы меня поймут. Но вот такие необычные явления я первый раз в жизни вижу. Это, друзья, не первый случай, который в Грузии происходил еще в 2016 году. В этих местах видели летающие объекты синего цвета. И они также прилетели с гор. А потом, как утверждают, напали на одного фермера, который разводил телят и коров. Правда это или нет, это загадка. Но вот очень интересный еще момент, который я хочу вам показать. Я показывал вам видео, как НЛО что-то вбрасывал на водохранилище. Воду, где пьют люди, звери и так далее. Что именно, я не знаю. Но перед вами вы видите летающий объект, который пролетает как раз в водохранилище. Где именно было заснято неизвестное. Информация закрыта. Есть множество тайн, что мы с вами, друзья, видим только такую интересную критику объектов, которая называется вторжение. Ведь люди, которые реально думают, что НЛО не существует, потом, после этого видеосюжета или множества каких-то других доказательств, они видят и будут видеть. Но вот вопрос для тех. Почему люди считают, что вторжения не будет? Почему они думают, НЛО это часть какого-то проекта, или все-таки люди создали его? Возможно, есть множество таких событий, которые нельзя никак доказать. Ведь объекты НЛО часто появляются в горах и, особенно в последнее время, они начали появляться именно в тех местах, где располагаются люди. Что вы думаете по поводу таких необычных дискообразных объектов? Опасны они или нет? Оставьте комментарии. Ну и последний, необычный, друзья, для меня видеосюжет, который реально вот тут напугал, потому что есть множество интересных событий, которые скрывают от нас. Как вы думаете, что мы сейчас увидим? Правильно. Также объект НЛО. Также был заснят в Грузии, недалеко от границы с Россией. И вот вопрос, друзья, интересный. Летающие объекты часто сигнализируют как страх, угрозу, панику. Но вы посмотрите на этот объект. У него по центру располагается какой-то светящий огонек. Это как в фильме «Железный человек». Но здесь, друзья, совсем другое. Летающие объекты часто видят именно из Земли. Посмотрите сами, друзья. Ученые сами определили, что если посмотреть ночью на звезды, то вы увидите множество летающих объектов. И вам начнут говорить, что это спутники. Но я вам хочу сказать одно, друзья. Спутников прям миллиард так не может быть. Но летающие, которые объекты находятся над головой человека, это да. И вот такие необычные явления, которые вы сейчас видите, именно освещение синего, белого или там зеленого цвета, часто можно увидеть в небе. Но только в темноте. Что за объект, я не знаю. Но такое ощущение, что он без защитной оболочки. Их часто видят именно как шарообразные. А тут, друзья, мы видим, что этот объект обыкновенного масштаба. И он просто летит в сторону гор. А может уже в сторону границы с Россией. Кто-то посчитает, что это секретное оружие России. Кто-то посчитает, что это вообще не оружие, а объект. Оставьте, друзья, мнение после этого видеосюжета. Ну а я с вами прощаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...